Всем привет, друзья! С вами GUSAR104. Рад видеть вас на своем канале. Недавно при обзоре экшн-камеры DECAM82 от фирмы DIGMA я упомянул о небольшом лайфхаке при креплении камеры на головной убор или на голову. Сейчас хочу показать, как это выглядит на деле. Вот что, в общем-то, друзья, понадобится нам из комплекта камеры. Это, естественно, непосредственно камера, рамка-держатель, держатель в форме буквы J с крепежным болтом, одно из оснований для крепления камеры и один из прилагаемых к камере ремешков. Значит, я использую для крепления камеры держатель для налобного фонарика. Фонарь уже устарел, аккумуляторы у него подсели на выброс. Сам я сейчас пользуюсь другим фонарем, поэтому с этим фонариком можно смело расстаться и отправить его в резерв. Значит, снимаем. Вынимается довольно-таки просто. Здесь в резерве есть, на которых он держится. Освобождаем крепление от фонаря и аккумулятора. Фонарь, в принципе, рабочий, может где-то и пригодиться, но уже быстро очень разряжается, свет дает недолго. Как я сказал, пользуюсь уже другим. У нас остается вот такое крепление, которое мы приспособим для удерживания камеры на шлеме или на головном уборе. Нужен нам этот будет дополнительный ремешок. У него есть пряжечка. В нее, соответственно, ставим резину, закроем, продеваем верхний ремешок и, соответственно, впряжку второй боковой резинки. Вот такая конструкция у нас получилась. Здесь она, в принципе, надежна. Ремни не выдергиваются, не выскользуются. Вот, выравниваем. И теперь приступаем непосредственно к монтажу камеры. Значит, камеру вставляем в рамку. Берем это крепление и крепежным болтом закрепляем камеру на крепление. Вот, камера у нас закреплена. Почему взял крепление именно в форме буквы J, а не другие, так как есть еще несколько форм. Потому что на нем камера может быть наклонена немножко вверх, то есть она более мобильна, чем на любом другом креплении. Теперь берем это основание с двусторонним скотчем, защелкиваем на нем камеру. В общем-то, монтаж камеры готов. Открываем клейкую сторону скотча, выравниваем и прижимаем скотч к основанию, где держался раньше у нас фонарь. Все, камера закреплена, готова. На всякий случай, если есть угроза того, что скотч плохо держит, для этого у нас есть страховочный тросик, который я показывал при обзоре комплектации камеры. Он может быть накинут на вот это крепление и, соответственно, петля за головной убор или за лямку фонаря может быть закинута. Вот такое устройство у нас получилось. Камера будет смотреть туда, куда направлен наш взгляд. Угол мы можем придать съемке любой. Что касается направления, если необходимо, чтобы камера двигалась еще вправо-влево, в зависимости от того, как она установлена на головном уборе у вас, мы можем поставить дополнительный элемент, о котором я также рассказывал при распаковке, который позволяет также поворачивать камеру вправо-влево. Но тут необходимо учитывать, что он делает эту конструкцию более громоздкой и более неудобной. Но при необходимости можно его, соответственно, конечно, использовать. Вот, в общем-то, все, друзья. Сейчас покажу, как это выглядит на голове или на головном уборе. Вот, друзья, как это примерно выглядит на деле. Камера в рабочем положении. Вот так это выглядит сбоку. Значит, камеру мы можем наклонять под любым необходимым нам углом. С помощью Wi-Fi и смартфона, а такая функция у камеры имеется, мы можем точно определить угол съемки, чтобы он совпадал с направлением нашего взгляда и снимал именно те объекты, которые нам нужны, на которые мы смотрим. Вот, в общем-то, все, друзья. Если это видео было вам полезно, я буду очень рад. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok